друзья всем привет всем привет дорогим друзьям зрителям у нас сегодня необычное будет видео у нас что-то типа подкаста будет первая проба пера подкаста тема подкаста нашего греция греция пока не остыли эмоции пока еще есть что вспомнить еще не остыли они еще не остыли наши эмоции впечатления но были еще какие-то проблемы как бы я себе отдыхаю я себе я и отдыхала и работала нужно так сказать я блогер я там поснимать и что-то успеть на все почти экскурсии записа там ритм жизни вообще другой пока я разобралась как мобильный вот этот интернет работает там на третий день как вай-фай кстати в отеле будет все нормально все бесплатно в ресторанчиках вай-фай тоже если надо тебя без проблем подключат сиди себе бесплатно и я сосредоточилась на съемках на работе на отдыхе на отдыхе там с автобуса приехал дальше помылся побежал дальше все так распланировано надо туда туда успеть и приходишь домой в двенадцать в час-два а просыпаешься в 4-5 утра потом спали вообще очень мало и тут я чувствую что-то не то что-то не так что-то не так да там получается было два дня выходных у меня получалось валерий звонить по вайберу созваниваться все нормально все классно и тут у меня экскурсии за экскурсией приезжаешь с автобуса сразу бежишь там на завтрак еще куда-то вроде бы как предупредила что я там буду занята но я чувствую что-то тут не то какая-то обида или что оказывается меня вроде бы как и отпустили но не совсем-то отпустили а теперь ты рассказываешь что произошло да как бы сначала все было хорошо то есть да ира хотела то я бы я не против был я без никаких там этих претензий ничего езжай конечно то есть все нормально и разобралась поехала в этом это переживал пока она приедет она приехала там первые дни там что-то там привыкала к лица к отелю к местности кажется мы там даже по вайберу созвонились даже прямой эфир сделали да шикарный прямой эфир да да а потом потом получается ну ира мне там мы успевает монтировать и какие-то видео скидывать чтоб я тут выставлял как говорится и получается что потом ира пропадает то есть как бы ну там по вайберу переписывали созванивались а потом получается что ира мне скидывает ну эти выставляет на youtube как бы чтоб я там посмотрел и выложил то есть я смотрю эти видео там или там по отелям туда-сюда там ресторан там море там какая-то поездка а мы с ней как-то вот перестали общаться получается то есть она вот утром уехала там ночью там где-то появилась в сети сказала ой все вы дома все привет там как дела там завтра нам рано вставать пока пока спокойной ночи шусь и как-то мне так стало как-то так грустно как-то так а я еще смотрю ее как бы вот эти видео как бы как она отдыхает и получается что я смотрю какого вот я смотрю в этот момент не жену а какого-то блогера вот ну вот женщина там отдыхает в греции я как-то смотрю и мне как-то грустно становится от этого всего то есть ира вот не находит время как бы вспомнить что там ну дети они как дети они немножко как бы на своей волне все как говорится а я получается ну 24 на 7 вместе и я себя каким-то брошенным почувствовал там какой-то определенный момент когда мы с ней не смогли сутки одни как бы не общались потом на вторые сутки получили получается что мы не общались вот грубо говоря двое суток мы с ней не общались и и мне стало очень как-то грустно и печально как-то на душе как-то так ира плюс это же видео снимает она немножко как бы ушла в такой формат как бы я вот блогер показываю вам грецию отдых в греции то есть если у нас формат когда мы дома такой видеоблога как бы ну жизненного видеоблога там вот семья там валера там огород там все такое то тут ира поменяла формат формат чисто отдыха на море все то есть не 7 не семейный формат не привета валере ничего там говорится семье вот она снимает чисто вот свой отдых девушка на море снимает отдых и я уже как бы вот когда двое суток мы не пообщались я уже начал обижаться немножко и писать ну ты можешь найдешь там немножко времени как бы пообщаться со мной ну ира там сначала как бы не поняла что что такое что что такое тут занята с утра до вечера что ты можешь я не успеваю с тобой общаться ну потом мы вроде как бы чуть-чуть нашли общий язык ну не до конца мы нашли общий язык как говорится уже как мы уже поняли там пообщались когда она уже приехала она меня поняла как бы почему как бы я так начал себя вести я там немножко начал писать какие-то обиды в вайбер что ну как это подожди как бы ты не было занято ну если ты помнишь о своей второй половинке семье да ты всегда найдешь время как бы даже вот там то всегда можно найти как бы время ну или это была такая поездка которая именно вот такая что вах 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 и она как бы немножко от семьи получается вот забыла немножко на эту тему как говорится что там есть человек который родной ну ты не на камеру не проявляла не не как бы вот не находила время чтобы это проявить ты как бы это немножко спрятала как бы на потом на потом шумал ну потом приеду как говорится все будет хорошо а мне именно вот не хватало вот в этот момент когда я вот эти видео выставляю смотрю на них и как бы я так вот ну как то вот я не вижу родного человека который вот это там отдыхает мне было очень грустно вот реально я не тот муж как бы и у нас не те отношения с ирой как бы что вот муж такой куда ты там на месяц еще на полтора возьми чтобы я тебя только не видел вот это я тебя отдохну в общем у нас вот такая была неприятная ситуация в эту поездку ну эта поездка она как было и неприятно да и она кое-какие моменты открыла глаза понимание что для нас вот лично для меня эта поездка перевернула не только мировоззрение увидеть другой мир и других людей оценить наши отношения с валерой насколько они ценны для меня прочувствовали когда валера начал обижаться я вспоминала я всем там про валеру рассказывала люди ну дело что я скучаю за валеры нас оторвали мы мы были связаны вот этой нитью тоска у меня была я по ночам тоже плакала очень тосковала вот я со своими знакомыми раз не знакомилась я своим знакомым рассказывала про нашу семью про валеру про наши отношения но я не понимала что наши отношения надо на камеру высказывать не на камеру как бы да ну вот сейчас маленький перебить знаете вот как бы вы не говорили это в общем вот там родители про детей там жены про мужей мужья про жен там как бы вы кому не рассказывали там подругам там знакомым на работе родственникам как вы любите своих там вторых половинок детей вот это все не важно самое главное вот это все рассказывать именно вот тому человеку вот это важно а не так чтобы все знали блин у них так он так рассказывает у них такая любовь это можете даже вообще это не рассказать это неважно все а вот расскажите человеку там дайте как-то знать там вот это вот вот это важно ну как-то даже перед отъездом мы с тобой как-то так резко и попрощались да получается не оговорили толку ничего ну для нас это была новость как бы да то есть ира иногда там ездила там сестре там на день-два то есть это как бы нормально да а тут мы как бы не думали что вот какая-то вот такая ситуация может быть ну то есть я ничего такого я с легкой душой отпускал как бы жену на отдых ну там 10 дней до как бы все нормально да как бы женщина уезжает и думает вот там сейчас это загуляет там еще что-то переживают у меня тоже не было да но вот тут именно вот мне тут тяжелее то есть получается я тут остался калериза да стреляют и мне не хватало мне не хватало утеряного внимания вот реально не хватало как бы у него как бы да немножко другая ситуация была у него наполненная такая ситуация с утра до вечера то 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 я даже не знаю как бы я себя повел в такой ситуации то есть если б я куда-то поехал я прочувствовал когда валера начал писать я почувствовал что что-то не то и тогда в душе вот прям я ощутила ту боль которую валера ощущал как-то он не и передал и когда я прочувствовала вот эту боль душевную я осознала ценность нашей семьи насколько я дорожу нашими отношениями нашей любовью нашей семьей я именно осознала это там на расстоянии острее будет чувствуется это все так что это поездка она дала нам много зрители написали что ира ты приедешь оттуда другим человеком они имели ввиду другое они немножко другое наверное имели ввиду но я действительно приехала другим человеком то есть я еще больше поняла что такое семья что такое вообще в общем у нас да вот и отношения вот немножко как бы вот знаете вот все таки же да два четыре на семь как бы вот эта семья они притупляются немножко чувства как бы а вот вот такое оно даже вот полезно бывает да но переходит через какие-то немножко там неприятности какие-то вот даже чуть-чуть обеды туда-сюда но потом если два человека понимают что вот ухты какие интересные чувства там и как-то себе что-то объясняют что вот так блин так мы вообще очень классно созданы друг другу и потом что-то возгорается ярче становится если это есть да 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 я говорю что вот некоторые управляют по месяц там да 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 и да и даже что может еще останешься там продлить тебя да да секретарша ждет ну в общем да а у нас как то вот так вот вспомнились какие то молодые такие года образом тошнуhit а заvor Такое знание, что наша семья действительно дар Божий, благословение Божие, что мы не просто семья, встретились, все не просто так, что вот есть вот эта кармическая пара, может быть, вот и есть вот та кармическая пара, которая бы куда ни уехала, они будут друг друга чувствовать на расстоянии. Вот я прям, я не думала, что такое может быть, что можно на расстоянии прочувствовать состояние другого, родного человека, не другого, это неправильно сказать, можно прям, я так прочувствовала это. Родственную душу, вот, твою половинку. Да. Знаешь, ну это, конечно, как бы, ну это что-то напоминает, вот есть связь, ну там уже совсем кровная связь, вот там, когда вот мама, сын, мама, дочь, вот что-то вот случается на расстоянии с кем-то из них, и вот второй чувствует, как говорится, вот там, ну там кровная. А у нас вот сына, вот примерно, вот тоже вот так вот, тоже. Она почувствовала, что мне было, мне реально было, ну, тяжело на душе, как бы, вот в это время. Сначала я пыталась там оправдаться, а потом поняла, что это все неправильно, надо поддерживать, в другую сторону смотреть, хотя можно было обидеться, сказать, да что ты там это, да зачем ты это придумываешь, а я поняла, что человеку там плохо, реально плохо, и надо максимально поддержать, сказать, что я скоро буду, что я скучаю, потерпи еще немножечко, и все будет хорошо. То есть, да, да, вот это очень важно, оказывается, я даже не думал, как бы, как бы, так что, вот, друзья, совет, вот, если у вас такое бывает, вот вы расстаетесь, ну, там, пары любящие, да, друг к другу, находите всегда время какое-то, да, и вот там созванивайтесь, там, по видеосвязи, там, вот как-то, вот, как-то уделить внимание, потому что, ну, реально, второй человек может нуждаться в этом, особенно, вот, если у вас такая тонкая, вот, связь душевная, как бы, даже, вот, ну, еще можно женщину, как-то понять, да, вот, мужчина, как-то, вот, даже я, мужчина, как бы, ну, вот, у меня, вот, есть такое, что, вот, мне, вот, не хватало, очень, в своей половинке, которая уехала, и вдруг, как бы, так, и отпало, как-то, ну, мало того, что она уехала, еще, как-то, вот, она отпала, как-то, и вот, вот, если бы, вот, все, вот, было, вот, как бы, нормально, вот, мы созванивались, вот, как первый раз, там, вот, первый день, там, там, вавай-беру, там, пообщались, там, полчаса, там. Там, получается, два дня выходных у нас, я могла себе позволить звонки, а потом? Потом, как-то, вот, все, просто, иру просто похитили, как бы, я ее виду, вижу, вроде, как бы, видео выходит, как бы, а ее, как бы, вот, не чувствую, вот, как бы, нету ее, ну, там, сообщение, мы проснулись, мы уехали, потом, мы приехали, мы это, сейчас, это, потусим и спать ляжем, до завтра, типа, ну, как-то, вот, как-то, вот. А в stories, там, дискотека? Да, а там как бы все прекрасно, там пляжи, там рестораны, дискотека, там еще что-то, там экскурсии как-то, и ты так смотришь на это все, и тебе становится печально просто, ты не можешь даже порадоваться реально, ты сможешь, человеку хорошо как бы, а ты не можешь порадоваться, как-то нет у тебя вот, потому что как-то, ну как-то вот так вот. Да, даже Люда говорит, ну уже Люда начала переживать, говорит, ты наверное поехала не с тем человеком, тебе надо было с Валерой ехать, я говорю, она говорит, ну что, поедем в Италию, я говорю, я уже боюсь, мне наверное Валера не отпустит в Италию, ты видишь, как это все тяжко перенеслось, я не хочу снова пережить, да, чтобы Валера так страдала, и я так страдала. Ну да, ну лучше, кажется, вдвоем, конечно, путешествовать, да, иногда вот все-таки же полезно, вот почувствовать вот это, знаете, вот особенно кто близок друг к другу, вот дайте вот почувствовать себе вот это вот, немножко вот соскучитесь. С одной стороны, да, то есть проверил он, но при этом, да, но при этом вот не делайте вот этих ошибок, вот, не надо так, что я сейчас вот мы расстанемся, я тебя специально игнорировать буду, и потом как бы вот мы хорошо встретимся, не-не-не-не, это вы больно делаете, наоборот, вот, если куда-то надо уехать, вот всегда давайте, находите, связывайте, да, 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 и вот это еще лучше, вот это прям. И потом, это получается, как заново вы встречаетесь, эти разговоры, любовь, она как-то по-другому вспыхивает. Вот, и мы уже, когда я ехала, такое впечатление было, что мы с Валерой на начале наших отношений, да, что мы встречаемся, мы не могли уже насытиться разговорами друг с другом, уже, уже там чувства переполняли, чем ближе домой, тем больше чувства какие-то переполняли мы там друг другу, и такие уже такие сообщения, как молодые пары писали, и там уже нету, уже, 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 когда, 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 да. Не знаю, может, это неправильно, но я больше, наверное, не к детям ехала, не знаю, как это объяснить, но я больше ждала встречи почему-то с Валерой. Тут, 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 я не знаю, как это объяснить, я скучала безумно за своими детками, Валера мне скидывал видео, я смотрела в ютубе за ними, но вот именно я бежала к Валере. Ну, это, Ира, это понимаешь, это правильно, когда у людей есть именно отношения между супругами, вот такие, это правильно. Это уже, вот сейчас современные, даже психологи объясняют, что мы живем не ради детей, мы живем ради своей жизни, все остальное это у нас сопутствующее, то есть мы создали свою семью, и в идеале мы должны вот, вот жить ради вот себя, вот ты, жена, я, муж. Да, у нас появляются дети, они живут с нами, мы их пускаем в жизнь, но не ради того, чтобы ради них жить, а чтобы дать им жизнь, и они потом жили своей жизнью, создавали также свою семью. Мы не должны, знаешь, вот там, там, по 80, детям по 60, и мы такие за ними бегаем, там, что-то это. Нет, у них своя жизнь, все. И на нас вот даже вот там пишут всякие гадости, как говорится, как правило, скорее всего, вот те вот там, ну вот, мамы там пишут, а какие там тебе, да, вот, какая ты неправильная, у тебя на первом месте там, типа Валера, а не дети там. А я вот 100% уверен, даже 200% уверен, что в этих семьях есть проблемы в отношении супругов, или вообще нету одного из супругов, да, то есть мужа там, да, или вот у них, понятно, что ты растворяешься в тех отношениях, которые тебе самые близкие и приятные, да, то есть это дети, потому что нету отношения супругов, эти вот такие вот яркие, там, любовь, там, все такое, вот, ну просто вот живут вот рядом два соседа, как бы, вот, и все. В ТикТоке есть очень часто попадается видео, женщины лет так 45 плюс, и надпись, дети выросли, муж ушел, начинаю жить заново, я потратила полжизни на кухне, а теперь хочу заново жить, а надо было как-то по-другому жить. Да, 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 вот это, ну это, люди живут, ну блин, у нас второй жизни не будет, если вам повезло, что у вас вот, вы нашли спутника жизни, который вот чисто вот идеально, у вас всегда будут ваши отношения на первом месте, ну это, ну это логично. И хотел сказать, может, молодым парам, что не бывает такого, я удачно вышла замуж, или там кто-то удачно вышел замуж, в любой паре, абсолютно в каждой семье происходит такой криз в семье. И не один, когда ты просто ненавидишь друг друга, вот видеть не хочешь, бывает, противно, вот такое состояние, непринятие, бывает в любой семье. Но это как испытание, которое нужно пережить, и если вы переживете это испытание, если оба хотят сохранить эту семью, то в семью приходит новый этап жизни, и он круче, чем до этого кризиса. По отношению друг к другу, да, по чувствам, то есть... Тут не все могут кризис, к сожалению, не перейти, да. А вот этот кризис не все могут пройти. Я очень люблю общаться с взрослыми людьми, я работала, вот, и меня тянуло на общение именно с людьми, которые прожили жизнь. С опытом поставки. С опытом, да. И я приходила, просто сидела, а они сами рассказывали, вот так сесть и послушать, и у людей крик, да, они высказывались. И они говорили, что вот я женился, и три раза был женат, и с каждой думал, что найду лучше жену, а каждая последующая моя жена была все хуже первой. Если бы меня вернуть назад, то я бы все-таки не бросала эти отношения с первой женой. Вот те молодые чувства, да, они самые настоящие, самые искренние. Вот, и они говорят, ну, опыт уже, опыт, говорит, их не души. Да, тут сложно, потому что все, как бы мы люди, у всех есть, как бы нервы, какие-то желания, какие-то обиды. И если люди такие вот встречаются, которые, как бы, ну, не готовы услышать вторую сторону, не готовы пойти на встречу, как говорится. Причем, это же не значит, что все время один кто-то должен идти на встречу. Нет, оба человека должны идти на встречу. Сейчас телефон отвечу. То есть, это работа всегда двух сторон. То есть, на одном человеке никогда, вот, брак именно в том понимании счастливым никогда не будет построен. Если, со второй стороны, ну, никак вы не можете достучаться, не объяснить ничего, то не надо не терпеть ничего, потому что, реально, одна жизнь в жизни, да, как бы ее вот тратить на... Ну, разные люди, конечно, есть. Вот я вот по себе вот сужу, вот мне очень тяжело или очень тяжело, да, вот именно вот какие-то вот недопонимания, ссоры, какие-то размолвки. Мы очень тяжело это все переносим. Есть люди, которые, может, к этому проще относятся, как бы, им главное, там, другое что-то в жизни, да, там, может на этом брак. Но если вот именно вы такие вот люди, вот, душевные, скажем так, да, не мучайтесь, вот. Потому что, вот, когда человек мучается, он все время мучается, вот, ну, не получается, мучается, объясняет что-то там, говорит, ну, вот, ну, не получается, ну, никак. Да, но со временем все равно вы разойдетесь, все равно вы будете чужими людьми, как говорится, ну, так что сильно затягивать тоже не надо. Да, есть такие браки, что лучше бы в молодости разошлись и не мучили друг друга, и начали новую жизнь с теми людьми, которые хотят строить отношения с двух сторон. Да, 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 да. Ну, скажем так, это тема для других подкастов, наверное, больше, может быть, да, вот, психология семейной жизни, что-то мы можем уже, какие-то выводы сделать, что-то подсказать, это мы чуть-чуть начали, затянули, говорится, да. Хотя все разные семьи, каждый на своем опыте. Ну, правила, как правила, вот, есть вот правила, вот, как быть счастливым, да, допустим, стараться быть. Ну, и все несчастные одинаковые. И, ну, идеальных не бывает отношений, идеальных людей не бывает, никогда не ищите идеального человека и идеальных отношений. Ну, давай вернемся к Греции, это мы немножко с тобой ушли, это то, что у нас произошло за период моего путешествия. Это тоже часть путешествия. Это тоже часть, оказалось, путешествия, которое нужно было... Ну, в общем, что ты вынесла из этого путешествия, по итогам, скажем так? Что путешествовать надо, даже нужно обязательно менять обстановку, посмотреть на людей, чтобы нужно было с чем-то сравнить, да, чему-то научиться. Ну, какие-то уроки взять у кого-то. Нужно, обязательно. Ну, да, да, я тоже так считаю, что, конечно, в идеале человек должен быть свободным, иметь право путешествовать и возможность путешествовать. К сожалению, мы, да, сегодня живем в таких реалиях, что нам закрыли все. Даже, вот, реально, как бы, немногодетному, чтобы выехать, это сейчас уже очень проблематично. Ну, реально, как бы, да, но надо перейти много препонов, много потратить нервов, может, даже трошечки где-то и денег, чтобы сейчас все себе оформить, и чтобы ты мог выехать. Это, если у меня законное еще право есть. А остальным, конечно, все сейчас перекрыто, все, к сожалению. Когда это закончится, хочется, чтобы быстрее это все закончилось. Да, смотрела на людей, которые не знают, что такое война. Люди расслаблены, когда войны, я вспоминала, смотрю на людей, говорю, какие вы счастливые, вы не знаете, что такое война. И не дай Бог, вы не знаете это, наслаждайтесь этими моментами. Мы не ценили, когда не было войны, мы не ценили свободу. Мы, да, мы даже в чем-то роптали, что-то, то-то, это что-то не то, вот то, что-то не то, вот это, оказывается, мы счастливо жили, потому что все познается в сравнении. Так что живите даже сегодня, старайтесь жить счастливо, видеть какие-то положительные моменты в жизни. Особенно рядом с вами есть ваша семья, любящие люди, уделяйте им внимание, потому что завтра может этой возможности не быть. Вообще. Да, живите моментом, вот сейчас получайте, от сейчас, а сейчас вы дуги, как это? Ну, сегодня. Сейчас я это вырежу, что я пытаюсь сказать, получается, китчика у меня. Да, ничего. Нужно жить сегодня и сейчас. Не нужно ждать, что там, где-то будет хорошее будущее, вот тогда я заживу. Да. Или жить в прошлом тоже не надо. Вот когда-то мы жили, все было хорошо, вот сейчас наступил звездец, и все, жизни нету. Вот, вы должны сейчас жить, в данный момент. В данный момент я научилась себя говорить. Мне каждый день, и Валерии, есть за что сказать спасибо. Вот себе проговаривайте каждый день. Вот даже ноготь не сломался, да? И уже хорошо. Это тоже тема для отдельного подкаста. У нас будет на разные темы потом. Если этот зайдет в такой формат общения, друзья, будем смотреть на ваши комментарии, отзывы, как говорится. Да, сегодня мы максимально с Валерой старались не играть на камеру, быть такими, какими мы есть на самом деле. Потому что в влогах мы больше играем, шутим, там, дурачимся. Ну, это тоже часть жизни. Мы в жизни и шутим, и дурачимся, как говорится. Тут просто такой более серьезный разговор, как бы у нас был. Да, так что отпустишь меня? Не могу так вот прям тебе сразу сказать, потому что я думал, что это намного проще. Оказалось, свои нюансы есть, которые... Ну, хочется насладиться еще пока твоим обществом, чтобы ты никуда не уезжал. Нет, я сейчас никогда не собираюсь. А то ты сейчас, как и некоторые блогеры, подорвешься, начнешь ездить. Дай бог, еще финансы, чтобы появились такие, да? А как ты считаешь, что мама действительно уехала без детей, без мужа? Да, я считаю правильным. Что? Ну, насчет мужа, скажем так, мужа так говорили, как бы это такая двоякая тема. То есть, как бы все-таки супруги, они, как правило, должны больше, так говорится, если у них все хорошо в отношениях, даже путешествовать. Ну, дом это дом, а куда-то вырваться это тоже прекрасно. Даже, да, я согласен, что иногда надо расставаться там по-хорошему на какие-то там вот несколько дней, может быть, чтобы соскучиться, чтобы как-то по-новому все почувствовать. А про детей, ну, тут тоже это двоякая ситуация. Понимаешь, что тоже много нюансов всяких. Ну, скажем, один ребенок, это один ребенок, это да. И то уже, как бы, на жене эту тему говорили, что, вот, допустим, мы тут живем, да, нашему ребенку покупаться тут в Одесском Черном море и в Греческом Черном море, он разницу не увидит. Ну, просто ребенок, скажем так. Ему главное, что там, гаджеты какие-то, хот-доги, какие-то чипсы порубать там с пацанами где-то, может, или девочка там пообщаться с подругами. Для них это еще не тот уровень понимания путешествий, как у взрослых. Это первый вопрос даже. Ну, нам, с нашими шестью детьми, просто это нереально. Это нереально. Это, мы понимаем, что такое шесть детей, даже когда они чуть меньше были, мы влазили в нашу Шкоду, и мы ездили на Затоку куда-то или в Грибовку, что это будут нервы, во-первых, у нас все испорченные, потому что это нереально с детьми. И они, каждый на своей волне, они не понимают, зачем мы куда-то едем, как говорится, тем более, если куда-то ехать сутки, они вообще не поймут. Даже туда приезжаем, ну да, в море походили, побултыхались, приехали назад, им тут за раздолье там. У каждого своя семья по-своему, скажем так. У нашей семьи отдохнуть, далеко уехать с детьми, со всеми, это нереально. Да, теоретически можно взять там старших, они уже более, как говорится, могут нормально ехать, и то они начинают где-то подростки. Да, они смогут поехать на машину эти сутки, да, они там где-то как-то это перетерпят, потом ты будешь ходить восторгаться, смотри, какое море, смотри, какие там горы, смотри, то-то. Да, ты душу. А им дай вопрос, или пошли с нами куда-то пойдем, где-то походим, или вот мы вас оставим в отеле, ну, в хорошем номере, посидите в гаджетах. Вот я уверен, что они, как правило, большую часть выберут сидеть в номере в гаджетах. То есть это не то, у них будет своя жизнь, дай бог, чтобы все возможности у них были к этому путешествиям, к счастливой жизни, это мы только за это. Мы с Ирой вот буквально уже, трошечки там 35+, да, мы начали чуть-чуть куда-то там выезжать, и то мы счастливые, да, от этого даже. Нас не брали с собой, не родили, ну, меня вообще никуда не возили, можно сказать. Меня возили, но что я хочу сказать, чтобы... Счастье у тебя, что приперло от этого сильно? Не приперло, потому что отношения между моими родителями желать лучше. Вот так, я не хочу, я люблю своих родителей очень сильно, но хочу повторить, что их отношения, это не мой пример к жизни, я как бы не хотела. И вот эти отдыхи мне запоминалось, не отдых прекрасный совершенно, а другие моменты мне запоминались. Не очень. Да, хотя я благодарна, что они вывозили, а когда они еще по отдельности, ну, не вместе, по отдельности, вот я вообще была счастлива, что они по отдельности меня вывозили. Так что, ну, у нас такая ситуация, то есть как бы, ну, кто-то нас поймет, кто-то не поймет, ну, мы живем так, как у нас получается жить. Не потому, что, как бы, вот, ой, давай, чтобы у нас там были все хорошие комментаторы, мы будем везде, как говорится, ломать свою жизнь, как говорится, нервы, здоровье, но нам напишут там, там, 5-10 тетек, тетек, как бы, скажут, ой, какие вы классные поехали с детьми. Не, мы не будем так делать. Пишешь, писали, да, комментарии, я вот своих детей везде возила, я вот хорошая мама. Ну, это их не выбор, это ваш выбор. Мы не говорим, что это хорошо-плохо там. Мне не нужно возить детей, чтобы кому-то что-то доказать, что я хорошая мама. Я для своих детей самая лучшая мама. Это однозначно. Я это от них слышу каждый день. То есть не надо доказывать детям, что я хорошая мама, потому что я их... Не надо чужим людям доказывать, что ты хорошая мама. А тем более чужим людям доказывать, что хорошая я мама, плохая мама. Абсолютно. Это бессмысленно. Каждая семья именно живет так, как вот у нее вот сложилось. Не потому, что там вот есть какие-то там примеры, есть какие-то там вот, чтоб соседы что-то сказали добрые, чтоб родственники что-то сказали вот. Нет. Вот вы себя не поломаете. Вот два человека встречаются, вот они уже сложились по жизни. И они, да, немножко попертирались друг к другу, как говорится, в начале семейной жизни. И потом вот у них вот такая вот получается жизнь, и они вот так будут жить. И все, вот кто бы ничего не говорил, как бы, вот у них именно вот так складывается семейная жизнь. И никто не может это поменять. Жизнь нам многообразная. Кто сказал, что только черное и белое? Я имею в виду, да, вот это такие вот вопросы именно там. Вот какие-то бытовые, какие-то отношения там с миром, там с детьми. Единственное, что у людей может быть как-то вот что-то меняться в зависимости от их желания, а то вот отношения вот два взрослых человека вот в семье, вот жена и муж. Вот только вот тут может что-то меняться в лучшую сторону, в худшую сторону. Это уже зависит от них. А вот там как с детьми, ездить на море или не ездить, там на 35 кружков ходить или не ходить, вот тут у них как есть, так оно и будет. И честно говоря, я смотрю вот на тех детей, как бы, кто из детей счастлив больше? Тот, который где-то бегает в огороде или где-то тут с пацанами или там девочки гуляют, или тот, который с утра до вечера ходит на 30 кружков. Вот какой ребенок счастливее. Психологи говорят, что тот ребенок, который на 30 кружков ходит, он однозначно несчастлив. Друзья, да, так что, ну что, на этом будем заканчивать. Да, на этом я уже про Грецию молчу, уже не буду сравнивать. Наверное, еще долго будет сравнивать, да. В общем, да, интересно Ваши отзывы, колбэк, как говорится, ваши комментарии. Как Вам такой формат общения? В ту информацию, что мы Вам рассказали сейчас. Мы тут прям вот душу прям изложили, можно сказать, наши чувства. Да, интересно почитать. Какие темы, какие интересные Вам будут следующих? В таких вот подкастах Вам рассказать? Пишите, пишите, будет интересно. А так, желаем всем добра, мира, денег побольше. Путешествуйте, это классно. И цените, конечно, свою семью, особенно своих вторых половинок родных. Вот так вот. Пока. Все, до встречи.